смотри дружок ты путаешь кардинально разные вещи нужда зачем это нужно это область технических маркеров то есть жизни который ты решаешь насущные задачи поесть попить там зачем садиться зачем вытирать жопу мыть ее зачем чтобы была чистая зачем что может ты же не сдашь не жаль копаться зачем 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 а вот эти претензии к брахману это немножко сбой это такой инфантильный вопрос который типа ты же изучаешь а2 это кто такой брахман это же сознание а кто такой что сознание ты есть результат этого сознания все есть сознание но просто есть без почему и в нем почему и зачем это техническая сторона этого сновидения то есть сновидение бывает разное вот такой прогруженная вот как это реальность максимальная его фаза в этой прогруженности возникает четкая иллюзия логики начала конца закономерности ощущения остроты восприятия понимания цели вот так вот такая игра у нее такие условия это и проявленность то есть максимальная фаза она вот такая ты движешься максимальная фаза она всегда формируется может быть возникнет со своими с твоим каким-то особым становлениями еще что-то какая-то опция ты всегда получаешь то к чему готов а вот твой вопрос зачем это брахман это просто сбой инфантильный точно незрелый ты должен задавать вопрос зачем жопу мыть вот это тебе ответ на это только может прийти только на это ну или там зачем кушать зачем тепло одеваться когда идешь на улицу зачем мы что-то еще там какие-то у нас вещи связаны с комфортом с удобствами с радостями такими житейскими зачем ну не хочешь не надо не на не надо не делай где голый по улице ходи какие проблемы ну зачем затем что успех психушку тебя не забрали одеваться надо а почему здесь брахман зачем это брахман там нет такого вопроса зачем это еще раз говорю это элемент технический элемент социального маркера тут нет вот в как бы в духовном аспекте в аспекте уч изучение пути к себе духовного искания вопроса зачем нет он отсутствует это как как давайте не к адвайте за нью-эйдж не говорю по моему это повод для иронии вообще любое течение движения нью-эйдж адвайте ну как бы что можно назвать буддизмом дзокченом мухаммудрой дхармой это все области где нет всяких вопросов там нет вопросов туда входишь в эту практику и все вопросы исчезают там нет если ты занимаешься что не и занимаешься дурочкой все все у тебя вопросы есть ты не 2 это занимаюсь а залупой все вопросы это элемент технического социального маркера эта техника жизни зачем затем вот пацаны зачем то чтобы не легче нести было а понял а это зачем сюда а это вот сюда прикручиваешь и она видишь вот так будет торчать на нее вешаешь вот эту хуйню ведь он удобно когда ты входишь а когда выходишь хлоп снял и пошел там про вешалку например зачем нахуя перед вешалку чтобы на полу вещи не боялись вот зачем это из этой области из той в той области что спрашиваешь ты нет такого вопроса зачем нету форма глагола есть практика что такое практика форма глагола применимо к исключительно к тому в чем ты хочешь преуспеть ежедневное повторение одного и того же стремление добиться желаемого результата каков твой желаемый результат почему ты стремишься там и начинай практиковаться только так без без вопросов как бы или практик или практикуй или иди нахуй ты или задаешь вопросы или практикуешь вот здесь люди которые говорят о практике они не в практике вы задаете вопросы в практике я я на них отвечаю публике вопросов есть вопросы связанные с технической жизнью вот я в практике я каждый день сюда прихожу в практику отвечаю на вопрос и действует как бы этими ответами я нахожусь в определенной игре закончу здесь я продолжаю эти эти же наработки эти же идеи эти же как бы но откровения применять уже в жизни бытовой общение с близкими взаимодействие с близкими с родственниками везде с людьми на улице если такое бывает иногда в общем все понятно вот как бы она бит беспрерывность взаимодействия как бы в контакте находишься всеми общаешься с людьми всеми создаешь компанию круг общения есть практика все